здравствуй константинович игорь аксёнов планирую заложить сад здесь но с кем не общаюсь говорят просмотрю ваши материалы на ютубе следуя вашему примеру и освою ваш бесценный опыт надеюсь меня удастся воплотить мечты осаде в я как получить до знакомые ваши книги у вас их три также планирую приобрести видеоматериалы я буду заниматься он у меня выписал две книги бумажные две книги электронные итого четыре ну еще и брошюру так вот книги есть я сейчас не буду тратить время каталог показать красиво оформлены все есть отдельная фотография отдельных страниц есть фотографии содержанием все это из каталога изучайте а он выписал почему я об этом написано как бы догонку это письмо публиковал потому что написал зимы вечерами буду заниматься получиваться а когда еще учиться вы видели с чего я начал то человек закормил деревья вот сделал вот такой вот чтобы там сгнили эти основание штаба и результаты на лицо сбрасывает листья морозы минус два уже а листья сбрасывает возможно они погибнут у них еще один недостаток они самарские откуда-то можно что-то догадываетесь а тут еще их не приготовили к зиме готовить зиме оставить их покое ничего с ними не делать ничего не дай вам боже я шмыгивать и прищипывать и поливать ничего вот а еще больше сколько советов забутируешь его подключаю зима была теплая подмолча все злиет вот то что я вам показывал она уже где-то у человека подключает даже зимой так это я для прикол я время от времени возвращаюсь вот как знаете лучше всего усмеивать их до усмеивать так как тут много фотографий блога то я это сама я уже пару раз вы именно вы с и беда вы смею по-другому и сказать-то нельзя вот видите посмотрите внимание вот это вот чудо которая наверняка и без диплом а иначе кто бы разрешил лекции читать вот я я решил просто посмешить вас было сильно грустно а как можно говорить о грустном да вот это трагизм скоростной вот она видите вот она это дикий страшный трагизм чё это это уровень детского сада это тоже не хочу догадаться мне надо потемножечку вот сейчас посмеемся встречу меня другую покажу сложнее подниматься насекомых не так легко она рассказывает что обязательно нужно изувечить дерево сделать ему штаб искусственный чтобы она была повыше так вот и схема видите я ничего не повесел вот и когда когда он справа лечит уже там сказать у меня еще попал покрессе она еще сказал что может спина болит хрюкс беде и это он уже там чтобы уменьшить наклоняться то здесь потому что что было трудно понять и так колечим дерево делаем высокий штаб и бедные насекомые будут ползти 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 и наверное чем больше штаб тем меньше доползет до веток я руками машу а меня живида до краница поняли смех то чтобы насекомые не могли преодолеть этот полметра метр вы поняли так вот уважаемая татьяна белькова я конечно не качал как и институт не качал делом это символапы и как-то скалашного ряда идет со святым крылом но я точно знаю что плодожорки бед крылья они крылья для того чтобы не ползти это вы знаете все что я сейчас скажу это и стадии личинки гусеницы и этого бабочки так и так им для чего крылья и замечу дерево учет дали лист у нее еще раз если мы живем вот нас посадить рухлевского возьмите ручку и мозги то это самое то вот запиши запомни может быть со следующей лекции начнешь людям поговорить нормально а что надо говорить у всех насекомых которых я знаю искали плодожорки искали есть ты ненавидишь муравьев муравьев есть крылья один с помощью крыльев расселяются дальше вот так дальше идет для у нее искали есть самая страшная гусеницы капустицы она что ползет по дереву чтобы птицы склевали и подходящая место сперва бабочка бомба бэк 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 чтобы воробышек ее не догнал а дальше она делает в кокон все это бы отсиживаются ее и дети крылья дальше это я говорю только пока листа грызу сосущих а листа грызу а листа грызу щи жуки всех вида у них есть крылья они жуки но искали чем штабка от кого-то защитила обеде могу иначе то где просмотр до сотни тысяч это если ты не веду что творишь оставьте просто так и он когда-то клещи то дерево теряет силы дерево теряет иммунитет и тогда только вот еще надо было здесь вот этот вот постулат сделать вот я не догадался именно такой постулат искалеченное дерево делает листья съедобными только не так целое дерево лес несъедобные для большинства вот этих насекомых у меня например тля не ест абрикосы у меня тля не ест груши вообще не ест груши повторяю абрикосы не ест груши без сливы только половину веса половину которая венгерки тоже не ест персики не ест практически резки вишни если ты не подходи секатор кого еще забыл остается только яблони и которые едят это понятие относительно или клоны сливы а сады то опрыскивают все потому что у них на искорительных деревьев этих же три моря на всем и на абрикосах и на грушах где у меня никогда их нет как тебя отучить то гражданка полякова вот так все не обратно махался успеть успеть сказать так вадим вадим козиса здравствуйте получил посылку с косточками есть вопрос по хранению посмотрел ваши видео по хранению и статью броскового в сайте статья рекомендует хранить сухом прокажем песке вы как вижу хранить и закрывать банка кирпичка посоветуйте оптимальный вариант до начала сертификации погреба у меня нет пока сложил полиэтиленовый пакет а как приехали сеглянную банку под полиэтиленовую крышку и поставил холодильник за десятки в принципе считайте что у вас все в порядке только я все-таки от этих полиэтиленовых пакетов ваша бордая вот и поддержу да это уже как привычка может быть еще и лучше когда еще и полиэтиленовых пакетах а потом стеклянных банках а я просто в домах баночка было поменьше где воздуху поменьше герметично ничего не делается в сухом виде я не пробовал в сухом песке наверно будет то же самое доброе утро смотрю ваши фирмы учуешь сколько интересно какие люди я знаете что мне приятно что человек он на слух явно судя по всему прошу прощения вдруг по делу уже заслушает здравствуйте вы знаете я сейчас самая середина семинара вебинара сейчас я читаю лекцию по интернету а у вас вопрос все таки часы правильно скажите фамилию можно я скажу да нет все 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 это первое что нет не скажу памяти нет поговорим через может быть завтра мне понравилось что судя по как бы акценту елена советич вот тотаров и многие это значит что на слух запомнил это здорово то есть он не читает и переписывал а именно на слух значит он смотрит фильмы и даже запомнил вот эти фамилии фамилии знаковая латинков царство небесное толматов ольга латинкова елена савидич савидич бакаров чернобаев тотор и многие другие вот это я ради этого и вот он пишет я нашел это благодаря получается мне много единомышленников уникальных все благодаря вам рад что судьба дала мне шанс познакомиться с такими людьми сад мечты будет ваши тоже уникальны у вас есть хорошие замечательные последователи там и бог здоровья долголетия чтобы учить таких как вы и учиться у таких как вы с большим уважением сергей воробьев из липеска спасибо вам и вам спасибо сергей так когда мы с братом дискутировали а вот значит я схватился не могу дойти эту фотографию когда-то фотографии спасет десятки сотни тысяч людей от травм от инвалидности от смерти вот я петух я должен хорошего слова я тут кто должен кукарекать пока не наступит рассвет вот это уникальная для будущих поколений еще раз говорю вчера я думал все конец а конец и наступил только нация наступит поэтому еще раз говорю ребята вы ваши дети ваши внуки я объяснил что такое инстинкт когда-то ученые умные ученые объяснили что вот допустим почему все дороги забиты трупами собаки кошек и объяснение было простое они прекрасно справляются в природе вы даже видите много разных роликов где там собака защитила ребенка где это собаки вытаскивали из воды тонущую собаку для кошки защитали это и от этих животных спасали детей из других животных вот у них инстинкты а перебежать дорогу у них нет инстинкта она не понимает что сейчас будет раздавлено их раздавленных если каждый из вас их видел десятки дальше их миллион раздавленных просто это трагедия незнаком они нет инстинкта так вот люди когда сели за скоростные автомобили оказалось у них тоже нет инстинкта тоже нет многие из них не имеют право садиться и нет методик как их взять и отбраковать этих людей с виду здоровых умных все даже физически развитых но мозги так устроены вот это опасное излучение земли она никуда не делась и там наверху там давно уже засилия людей которые не имеют воображение которые скажут да мы ну хотя бы ради интереса а мы возьмем в одном месте где высокий травматизм дорожный вот мы найдем пару белокатовщиков старых опытных вот с рамками вот мы делаем комиссию мы возьмем пару человек с этими обязательно они нужны из-за этих самых патрульно-постовой службы автомобили карта где были аварии там же померили там же посмотрели помочь на памятники установили связь где рамки вращаются бешено я показывал такие фильмы я же ездил по этим же дорогам и фирмы показывал вот и там же смертельным исходом аварии раз устанавливать два три есть такое понятие теория вероятности и вдруг если 100 случаев 90 это кажется так надо срочно спасать еще живых надо узаканивать и устанавливать вот такие знаки это я говорю будущем поколения потому что сейчас там наверху к сожалению сейчас я хочу еще скажу я говорю я чуть ли не пощаюсь с вами у меня уже был такой помните один вебинар я также все делал даже повторялся видите это мне прислала по этой медитации президента письмо перевести его очень вежливо послали а почему сейчас скажу это министерство сельского хозяйства вы видели сколько там проблем очень вежливо послали российская академия наук железову учу думаете меня не забыли надоел очень вежливо послали и сердце сельского господарства харчевания беларусь этим еще медленно прямо знаете они меня не просто послали они меня обрезали и все-таки послали а вот это вот мы с братом пытались пробиться в этот самый как бы сказать называется конкурс информационных проектов по сельской матике я там должен вызывать первое место по одной причине 400 тысячи фильмов 400 со с лишним статей так нет вот учебный диск из гигантских материалов 4 ходить и так делать и за это все я заработал что диплом то есть пустую бумажку диплом пустая бумажка вот видите как а кто-то же получил нету в стране более цены материалов чем мой канал чего и сайт это за робот постулат постулат самая цена в россии материал уже в зале красились ну и помощник я считаю что вот это вот если я когда-нибудь за это получу государственную премию и просто пустую бумажку я скажу одни десятка ты соучастник будем делиться и пойдем кабак вот за этот знак потому что я его до пальцах показал чтобы был серебря кости что полосы фра сорок чтобы было написано опасное излучение что было без 100 метров но это знак то вот нарисовал поделюсь то наверно не успеваю а теперь еще не все и так все послали видели а дать почему это разве сейчас скажу угрюмое волчание продолжается это я вот вывод сделал закира пишет по вопросам геомагнитного излучения на дорогах цель собрал запроситься актив оказывается стране институт земного магнетизма вот он вот сайт лучше это получается что я должен к его обратиться так так а это что а это что а это что а это что там сидят люди которые даже не понимают о чем я считаю вы не знаете как как это называется пара наука забыл в общем ой нет сейчас только абит из меня вылезет пойдем дальше так что если уже а это все не просто было это все было я же выслал диски фильмы книги там же все это есть только это надо изучать надо сразу создавать новый отдел по изучению железово сейчас разбежались как то было оба министерства и дальше российской и белорусской наше министерство уделяет большое внимание берите кредиты ты думаешь когда так говоришь что как взять кредит и для чего мне нужно вместо вас имея большой доход или большой град взять стать абрикосов вторую сотню третью сотню десятую двадцатую тридцатую эти не трогаешь эту сотню отрезал нижний скалет на ветке эту сотню не трогаешь следующую сотню пересадил не отрезаем верхушки еще сотню пересадил отрезал половину скелета и все это под протокол и все это с участием науки потому что все это должно быть запротоколировано чтобы раз то всегда прийти к такой мнению что ну нельзя же ведь с ума посходили сейчас вот не выдержу да я же в одном месте не нашел а если в другом поищу и в другом то что я хотел это самое то что я хотел вам показать наверное перенес уже а вот это что такое если кто-то считает что правильно право правильно в середине вы видите это вот это девятнадцатый век вы же поэтому учились учились ваши учителя их учителя их их учителя учителя тех учителей у себя тех учителей вы поняли и дошло до этого а вот вот о чем речь идет друзья эти не поймут мы 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 выделяем большое внимание и кто вот это если наука не хочет делать мне нужно посадить десять раз по сто двадцать раз по сто мне нужно все это сделать если я еще способен это то что называется научный подвиг это уже запредельный или вот как этого с харькова семейченко артема вызвать и сказать вот теперь ты этим занимаешься на этой качестве это на гроши живешь если у тебя диплом этого пианиста или этого самого гармониста умнейший парень таких бы забрать будут для этого дела и раз и всегда сделать так чтобы больше никому голову не пришло вот это делать вот это вот чтобы вот этого не было никогда это что трудно доказать что ли полца осталось ну это учеба или нет когда я говорю не режьте и доказываю что не надо резать а эти сидят ребята ну и посидят магнитизм земли тут надо же чтобы эти знания магнитизм земли могли спасти миллионы людей люди мозги еще раз они не рассчитаны на по эту самую на высокие скорости не рассчитаны разве может человеком которым это вот со мной было ему вот так вот покажешь вот так вот и он засыпает пересекая по этой самой геопатогенную зону он на секунду отключается и все и целая гора трупов как еще объяснять то элементарные вещи то но вы не просто изучайте вы сделаете выводы вы это чтобы появились сотни тысяч этих самых так был в земле такой же как я городской сумасшедший еще один вот землёжечко друг о друге знаем он пораще было тоже знак нарисовал вот тоже нарисовал вот такая капля крови ну конечно не поймешь что это за капля и причем тогда вот и сказал надо везде поставить что ему сказали ставьте шестьсот тысяч дам обходится один знак шестьсот тысяч это как называется футбол называется и вот институт есть а толку от него как от козла молока